Поехали, в общем. Уфис против Тонг Ютайда. Ну, честно говоря, это два разочарования среднего дивизиона в прошлом сезоне. Тонг Ютайд вообще как паскуда сливал игру за выход. Ну, в общем, Майн не респектирунг. Нехорошо так. Ну, что у нас тут? Взятка у Тонга, которая довольно забавно выглядит на дарках. Ну, давайте смотреть. Последний раз, когда Уфис играл против Дарков, а это было в прошлом туре против Рэша, он получил минус три с лоса. А где ты, Чок? Где ты, Чок? Что ты делаешь? Ну, это, ладно, ироническое высказывание. А вообще, честно говоря, конкретно сейчас у меня есть ощущение, что дарков должны прокатывать. Слушайте. А почему разница? Неужели разница всего в сто тысяч? Не, серьезно, разница всего в сто тысяч? Да быть того не может. Да ну, это какое-то гонево. Посмотрите на этих ребят. А, одного Блицера нету, да? Одного Блицера нету. Ну, тогда может быть, окей. Одного Блицера нету, тогда может быть. Дарки нереально дорогие, не, ну, я понимаю. Фалы по лонорному холопу! Это... это приучено игрой с каленом, наверное. Парам-парам-пам. Это... это максимальное уважение к холопам. Ну, и здесь, очевидно, Вичку надо убивать. Вичка подставилась, как бы, надо бить. Тут, тем более, дядя готов для этого. Правда, ПОшет не в тему, но... Кубы найдены. Вичка выдержала этот тычок. Ну, вот, меня тоже это удивило, Рэш. То есть, ну... Может, ему нужны деньги для восстановления команды, например, я не знаю. Но чё-то очень дорогие дарки, при том, что... Ну да, гард на линейке. Ну да, МБ на Вичке. Ээээ... И чё? Ну, в смысле... А вы видите, ещё навыки дорогие? Я понимаю, что, как бы, две Вички и... Убийца, но... Чё так дорого? Ну, здесь реально очень дорого. Попытка... А, попытка... СФ отпускать. Ну, это неплохая мысль, конечно. Шестёрка нашлась. Неприятно. По сути, из-за того, что он отпустил СФ, будет намного более приятно наступить ему на щечло просто. Как бы из-за того, что он так встал, он как бы говорит... Да, наступи мне на лицо. Я обожаю эти фут-фетиши. Ну, он же, как бы, из команды, которая постоянно играет пяткой. Ну, да-да-да-да-да. Как... Как известно... Как известно... Эээ... Все... Все холопы и их хозяева фут-фетишисты. Вот. Ну, слушайте, это всё равно... Это... Даже несмотря... А! Так, подождите. Тут нет... Бывает баг лога, когда не показывает... Всё равно размин хороший. А! Он не потратил взятку? А! Слушайте, а это интересно. Ну, у бидонцев... У бидонцев нету замен. И у бидонцев нету блицера одного. То есть, я думаю, именно поэтому такая разница небольшая. Но это странно всё равно. Вот. То есть, если бы... Если бы был бы хотя бы тот один из топовых блицеров у Фиста... Он бы сейчас был бы как раз дороже на ещё мага... И ещё, может быть, какого-нибудь старплеера. Там очень дорогая команда. А так? Ну, окей. Ну, дарки дорогие. Дарки дорогие. Не, ну, старт всё равно отличный. То есть, выбивание... Размен линейки на... Топового, агильного, блоджерного, эсэфного такл блокера. Ну, это вообще сказка. Ну, в смысле, это реально... Это суперразмен. Реролл обязательный. Квадра! Вот это... Ну, слушайте. Выбить мячик можно. Я даже скажу больше. Выбить мячик... Весьма нетрудно. Вот. Ещё и шестёрочка в горда... Ну, это как бы всё. Ну, тут у Физ должен казнить. Да. Да. Понеслась по трубам. Блин, неужели он три куба собирается делать в меченосце? Ну, кстати, можно дать три куба было. Пас пять плюс прошёл. Вичка не поймала. Ну, ладно. Ну! ПО на мужика! Да! Хорош! Ну, правда... Семиарморный паренёк выдержал. Но... Но было неплохо. Согласитесь. Ну, вообще, теперь ситуация для дарков не очень приятная. Есть какое-то внутреннее неудовлетворение. Так листы надо вести. А, побежал Агилой, что ли? Нет. А! Он же прыгает! Ах ты ж, сука! А, в смысле... Рерол. Вот это ж какая мразота-то неприятная. Что? Что это за чудо? Ну, вот пас четыре плюс. Ну, не знаю. Ну, вот это, мне кажется, уже лишнее было. Ну, вот это уже как-то нагловато. Вот это уже как-то такое. Но сам прыжок, подбор, я забываю всё время, что это четвёртая Агила с прыжком на три плюс, как бы. Эти чудовища, это просто... Ну, это не холопы. Это не аристократы. Это просто мутанты. Мы не жалкие букашки, супер-ниндзя-черепашки, юные таланты. У-у! А, вот. Ну, тяжёлая ситуация для дарков. То есть, выкручиваться из этого бидона, мягко говоря, трудновато. Так. Это выталкивание! Ну, это, это типа... А, нет. Ну, в итоге это не выталкивание. Это была теоретическая попытка выталкивания трупика Блиц. Красиво сыграно. А вот... Вот это уже не очень хорошо. Ну, ладно. Жаль, жаль. Привет, Завана Бафол. А ща же подскокер, как бы, отомстит. Ща же подскокер, как бы, нанесёт удар. Но, не знаю, по-моему, играть с такими... С такими бидонцами вообще практически невозможно. Ну, в смысле... Вот как раз, наверное, матчап против, вот, каких-нибудь дарков там. Это выталкивание. Изейшее, притом, я думаю. Вот. То есть, играть такой матчап именно эльфами, по-моему, очень тяжело. Потому что, по ощущениям, бидонцы и лучше в мяч играют, и ещё и лучше дерутся. Это вообще как-то удивительно. Вам не кажется? Мне кажется, кстати, не обязательно было сейчас подбирать мячик. В смысле, вытолкни Горда с поля и постой около мяча. Вам не кажется, что это было бы лучше? Ну, в смысле, попытка выбить Горда, притом нетрудная. Вот. Притом, сразу после этого можно прикрыть убиватора, и мяч тебе не особо-то нужен. У тебя два сайдстеп... Ты можешь двух сайдстепперов там повесить на... Неприятная единичка. Спасибо, что не добла. Вичка подскакивает. Спасибо, что это, кстати, наверное, чуть ли не лучший вариант для Вички был в этой ситуации. Ну, мне, честно говоря, просто тяжело представить, что дарки должны сейчас сделать. Один-один. Ну, это ГГ. Ну, вот сейчас серьёзно ГГ. Вот сейчас очень похоже на ГГ. Я даже не знаю. Вот. Мне тяжело представить, что сейчас будут делать дарки. Ну, кроме того, что сейчас дарки будут получать в лицо прям. Прям много. Вот эта шестёрка полушальная и очень неприятная. Тут даже хал... Да, тут не грех подставить халопа. Серьёзно. Правда, я не уверен, что стоило делать это б лицом. Ну, это уже как бы, не знаю, ну, уфист тут... Мне кажется, здесь уфист спокойно мог бить. В том плане, что ничто не мешало уфисту просто стоять и... Бить ногами... Бить ногами дарков. Неприятная дабла. Просто уфист мог уже к этому моменту вытолкнуть трёх дарков за поле. Трёх. И дарки бы, кстати, при этом ничего бы с мячом не сделали. У уфиста нету вот этого... Как это правильнее выразиться-то? У уфиста нету... Инстинкта убийцы, понимаете? Он не может дожать в той ситуации, когда можно просто уже делить на ноль. Мне это не очень нравится. Борьба играет. И, кстати, именно поэтому, я думаю, уфисты не смог выйти в вышку в прошлом сезоне. Не, ну чувство так-то это немножко другое. Ну, в смысле, вот у Лока есть чувство, что вот когда идёт хорошо, надо пользоваться этим и пользоваться оппонента во все щели. У меня это чувство присутствует. У Рэша оно тоже присутствует. Про Колена и говорить не надо. Колян это одно сплошное чувство убийства и доминации. А вот у уфиста у него как-то вот... Вот как-то... Как-то не то немножко. По-моему, мяч важнее Баше, так что он прав. Так, слушай, у него два сайдстеппера на мяче. Типа... Он и так мог делать всё, что угодно. То есть он мог сделать минус три дарка, и они бы к тому моменту только очень большой грязью могли бы подобрать мяч. На самом деле, там можно было сделать не минус три, а можно было сделать минус два и подобрать мяч. На самом деле. Там были возможности для этого. Нет, там можно было сделать не минус три, там можно было сделать минус два и при этом остаться с мячом. Ну, в смысле... Ну, он... Ладно, давайте с Камтака Рашпель. Согласись, что он сыграл абсолютно нежадно. Вот он сыграл настолько страхово, насколько только возможно. И даже при этом потерял мячик, что самое забавное. Слушайте, как такл-то работает? Как же работает такл? Я прям даже не знаю... Ой-ой-ой, один-один опять! А почему ты начал с вот этого размена? Ну, в смысле... Так ли тебе нужна была... Линейка здесь? Ну, ладно. Не, ну, странный выбор немножко. Отвратительные кубы. Приятный удар по Вичке. Не, ну, я... Я не могу сказать, что это плохая игра. Нет. Я не говорю, что это плохая игра. Но мне кажется, что ситуация реально позволяла просто размазывать Дарка по полю. Вот. Мне кажется, что как бы, ну, вот... Все было для того, чтобы размазать Дарка. И, кстати, здесь, мне кажется, был смысл пофалить сейчас Вичку. Сейчас довольно много резона было фалить Вичку, потому что, ну, как бы, это важная Вичка. И она, мягко говоря, в очень хорошей точке. А вот и тычок! Не прошло и полгода. Да, черепа кидают отлично вообще. Не поспорить. Тут прям, тут прям черепа на полную. Вичка прыгает. Ну, это... Это сила шведа должна сработать. Первый удар не сработал. Вот поэтому Вичку надо было фалить. А, ну и стрипбол, да. Ну, Вичку надо было фалить, на самом деле. То есть, Вичку можно было спокойно фалить в два асиста. И, как бы... Важнее не дать стрипболу дать кубы, чем дать кубы в красные... А, линейка вообще с четвертым мувом зачем-то ее прикрывал. Эта лежачая линейка была с четвертым мувом. Ее крыть смысла не было. Ну, ладно. Ну, согласитесь, как бы, ну, как бы... Ну, что может сделать линейка с четвертым мувом? Ну, вот. Мне кажется, решительно ничего. Ну, ладно. Ну, это, кстати, это дает небольшие шансы Дарку. Хотя, мне кажется, что... Все равно. Ситуация для Уфиста это очень выигрышно. Если бы он забил, я бы сразу сказал, что это победа. А так, Дарки играют в минус одного. Ну, относительно... Относительно Уфиста. И идут на лос. А, как бы, отобрать мячик Даркам будет... Ну, не то, чтобы... Не то, что отобрать тяжело. Все-таки Вичка реально крутая. Это такая... Качественная херня. Но вот... Если сейчас на лосе пару шальных пробоев... То потом будет очень тяжело. И, опять же, взятки нету. Мага нету. Ну, Мага не покупался, имеется в виду. Но здесь прям, как бы... Не знаю, что посоветовать. Сейчас просто вот минус один, минус два на лосе. И игра идет уже по очень неприятному сценарию. Резиларка. Нормально. А вторая... Мальсани. Странные имена для Вичек. Удар в три куба. Ну, здесь и ПО будет, кстати. Православненько, добренько. Нет, не будет. Ну, вот. Слушай, даже минус один очень приятно. Даже минус один уже очень приятно. То есть, дарки уже в минус два. У дарков уже как-то вот есть проблемы. Притом, у дарков... Самое еще и неприятное на дистанции. Вот в чем... Некоторая проблема... О, вот еще минус. Я как раз хотел сказать. Очень ватный сетап. Убийца седьмой армор. Вичка седьмой. Вичка седьмой. Бегун седьмой. И, по сути, как бы... Вот этот недостаток в блицерах. Вы чувствуете, как сказывается? То есть, на поле всего два блицера. Один получил на лосе. И один стоит здесь. Ну, то есть, дарки без блицеров... Ватная команда. Особенно с учетом того, что здесь такла вообще по самой неболуице. Еще есть МБПО и так далее и тому подобное. Красавчик Эрол мертв. Ну, неплохо. Маленькая мстя. Ну, это правильная мысль. Как говорится, надо бить туда, где тонко. Получается пока так себе, конечно. Да, Вичка классно сыграла, кстати. Этот момент с Джагой был прям топовый. Мне очень понравился. Джага на Вичке суперкрутая вещь. Я понимаю, для чего, конечно, нужны МБ на Вичке. Но Джага, на мой взгляд, намного более крутая вещь. Даже для нулевой Вички Джага очень крутой навык. Но, с другой стороны, если Вичка поймает еще и Джагу поверх МБ, то это вообще пушка. Но... Ну, я поменял свои взгляды на ББ. Я теперь вот безумие беру постоянно. Я беру Джагу очень часто. Вот. А вот еще и еще минус Блицер. Че-то как-то... Че-то как-то тоскливо. А прыгать в клетку даже со стрипболом в два горда, это, мягко говоря, такое все удовольствие. Дарки кончаются, ребята. По факту. Дарки тупо кончаются. Мутируешь в Менго? Ммм... Да нет, Лока. Скорее, просто... Той же пятке я доверяю больше, чем какой-нибудь Эмбэхе. Вот. Мне кажется... Слушайте, Вичка... Вичка качается. Мне кажется, при грамотной позиционной игре ты и так заберешь игроков, и все будет в порядке. Ой, единичка. Рерол не будет. Слушайте, ну ребята просто в Чапаева играют. Притом играют удивительно успешно. Вот. Вичку... Нет, не Вичку. Он сразу вперед решил побежать? Или все-таки Вичку? Нет. Нет, он перестраивается и Блиц в Гарда. Ну, правильная мысль. Но для Дарков это матч, конечно, супер тоскливый. Правда, проблема в том, что если сейчас Гард не упадет, выпадет 2-2, например, то может быть тоскливая. Привет, Сталин. Ну, это ПОшечка. ПОшечка. Ну, повезло, повезло. Ну, не знаю, насчет Бладжи с сайдстепами и сдерживаниями это такое. Еще и Фолл. И даже хорош Фолл. Условно говоря. Не знаю, ну, убийца прикольный, конечно, дядя. Но вот эта повсеместная любовь Дарков... Дарков новой школы к убийцам мне не очень нравится. Интересно, будет Фолл? Да, да, да. Ну, я на секунду задумался. Ну, конечно, будет. Конечно, будет. Но вот это очень обидно. Обидно, потому что удаление Дарков уже просто тупо не осталось. И при этом он даже не вынес Убиватора с поля. То есть Дарки... Как говорил комиссар Жебер, как бы... Мы в дерьме. Ну, так. Но вот сейчас, правда, супер наглая игра. То есть он собирается доджить Агиллои для того, чтобы ударить Вичку. Я это понимаю. И даже, наверное, одобряю. А, нет, ты даже... Ты меченосцем это делаешь. Давно квадру не кидали меченосцем, как бы. Понимаете? Я почти не иронизирую. Просто, смотрите, как мы вчера задрели Шведа, который не обыграл Лилу. Тупо потому, что кинул 1-1. Он будет вставать сюда и фалить Горда. Правильная мысль. Ну, у Фист просто... Ну, почти все получается. У Фиста сдача шикарная, конечно. Пятка сыграла, к слову. Ну, убийца, да. Убийца это просто... Ёла веселья, грубо говоря. Ну, это все. Вот теперь ГГ точно. Теперь, теперь прям такое... Ультра стабильное ГГ. Без вопросов. Я бы, может быть, даже остался бы на месте. Не, он собирается Вичку выбивать. Жаль. Рерольнул. Жадная игра, конечно. Ну, ладно. Ещё и ПО. Ой, жадюк. Ой, жадюк. Ой, ну ладно. Не, ну ладно. Ну, идёт. Ну, идёт. То есть, просто... Вот в этих канонах универсальной игры... Пятка ведьми, да. Ну, уже можно. Ещё и грязная игра сыграла на травму. Ну, МНГ... Ой, ой, ой. Ну, МНГ. Спасли. Спасли от Негловичку. Это было опасно. На поле осталось, как бы, два эльфа. Два. Ну, вот, как бы... Это к разговору о том, ребята, почему я говорил, что... Ээээ... Это... Это та игра, где... Где всё преимущество... А, тоже по-дружески. Да, эвакуация такая. Ну, в принципе, здесь опасно теперь только получить травму на бегунке. Как раз бегунку, может быть, стоило просто убегать, чтобы не получить... Эээ... Да, три куба будет. И пятка ещё. Я чувствую сейчас прям три куба и пятка, ребята. Ну, это вообще от души. Чувствуйте вот эту атмосферу... Эээ... Руба Бэйла, ребята. Не, ну пятка ж! Зачем ты подошёл? Пятка ж! Ну, ладно. Ну, окей. Ну, понимаешь, Вичка с Джиггернаутом... Даст тебе, как минимум, две попытки выбить мячик при не самых сложных кубах. В этом её плюс. То есть, у Вички, как бы, стрипбол, безумие и Джага, это суперсвязка, которая контрит. А бегун-то отбивается! Контрит почти всё. Молодец, бегун! Ну, правда, здесь, смотрите, ну, кроме, кроме вот этого пофалённого парня, улетали холопы. Не, ну, конечно, страшное месиво получилось. Редко видишь такие матчи, которые вот... Кажется, в лучших традициях какого-нибудь Эльвин Боула или чего-нибудь подобного, да? Ты опять... Ты хочешь в три куба выбить бегуна? Какие добрые ребята! Кинем ещё и спринт ради этого. Странно, что не париролил, при том, что кинул... Кинул спринт... Спринт? Вот. Ну, ладно. Привет, Дон Кихот. Или не кинул? Нет. Это был, наверное... Нет, я тупнул. Нет-нет-нет. Не было спринта. Спринты были дарковские. Я всё время забываю, что здесь седьмой мув. Они далеко бегают. Ну, забавно, забавно. Дарков поделили на ноль. Чем плохи убийцы? Мне кажется, убийцы с прыжком неплохо должны прыгать в клетку и колоть. Убийцы стоят слишком дорого. И качать его геморно. А команда дарков и так требует в основном покупки четырёх блицеров и двух ведьм. И ещё и бегунка. А это уже супер дорого. Да, и тычок не реролятся. Убийца это тоже большой минус. То есть убийца это стеклянная пушка, которая при этом работает, ну, мягко говоря, не очень часто. В этом главная проблема. Убийца натурально работает, ну, не часто. Я поэтому убийцу не уважаю. Ты чё к ней реролятся? Ну, это же как, типа, секрет виппинг по механике. Только без удаления. Можно сказать, что многие играют в четыре блицера и одну вичку. Ну, даже четыре блицера и одна вичка, это дорого. По блажерной гуле 41,7 на тычок. Ну, Евгений, давай базарим на это иначе. ХД носит мячик быком. Какие-нибудь хуманы носят с восьмым армором всегда. Я не знаю, там. Вот эти ребята тоже с восьмым армором носят мячик. Хорошо, кстати, забавно упал опыт. Вот. И так далее. То есть семиарморных носителей мяча перебрать по пальцам одной руки. Их мало на самом деле. А уже против восьмого, а еще и девятого армора тычок можешь себе в жопу засунуть.